привет друзья я решила для вас записать сегодня маленький репортаж о том как я сходила в магазин я была сегодня на обычных недельных покупках у меня теперь я вам еще говорила или нет я не знаю думаю что скорее всего нет так как свет падает это что у меня горит все освещение что я теперь планирую свое меню на неделю для того чтобы знать к этому меню что мне нужно покупать это бывает знаете час такой купишь но как бы лежит ты ничего с ним не делаешь неделю лежит две недели лежит поэтому я теперь делаю такое меню на неделю я знаю о том что есть люди которые делают на 2 а то и на месяц меню исходя из этого делают покупку это очень удобно но пока что у меня еще и так все не расписано только на неделю поэтому я вам хочу показать что я купила на следующую неделю конечно берется в расчет уже те продукты которые у меня есть не забывайте я ходила в коска откуда у меня есть мясо и много всякого другого вот крупы там и так дальше просто покажу что я купила в основном я покупала овощное базовые вещи это я покупаю обычно в ноуфрилс он возле нашего дома кое-какие вещи докупаю в волмарте сейчас я вам покажу первую часть своего улова так сказать хаул то что называется на английском сначала ноуфрилс потом я вам покажу волмарт итак поехали начнем с ноуфрилс значит покупка небольшая я сначала вам покажу счет значит общая у меня составила 49 83 сумма потом может вы сможете нажать на паузу и рассмотреть более подробно что за сколько я заплатила здесь можно увидеть что по чеку продукты сразу распределены на овощи с фруктами там допустим на то что выпечка то что там для дома да у них сразу распределено это теперь посмотрим воочию итак буханочка хлеба я его люблю мы его не сразу брали он чуть-чуть подороже французский хлеб называется он более-менее похож на вот такой вот хороший хлеб не ватный знаете такой который берешь он во рту тает его надо съесть пол буханки чтобы понять что ты съел что-то обычный хороший хлеб тут 600 по моему только здесь 620 грамм я его очень люблю хлеб у меня еще немножко есть поэтому взяла одну буханку обычно беру 2 дальше взяла огурчики английские я их беру потому что там делю в течение дня на несколько частей меня и дети едят бесконечно их то есть это четыре огурца грубо говоря на четыре дня каждый вред по доллару был это я взяла боже мой ужасный ноготь я не буду показывать его буду другой рукой показывать вот это дыня дынь я говорю тыква тоже тыква китайская японская что-то короче из тех краев я забыла как называется но это сквош вот такая интересная зеленая бананчики груши зеленые тоже были по доллару за паунд и вот эти тоже груши по доллару за паунд они конечно такие более деревянные но я и взяла взяла любимые мои яблочки так определила для себя что все-таки эти яблоки гала больше всего мне нравятся я их беру вот в мешке этот мешок стоит около пяти долларов и в нем у нас 4 паунда что значит 1 800 в среднем где-то до 1 800 гала помидорки лучок сеточка и взяла я еще кранбери свежие нам просто нравится с сахаром перетираю в блендере она как варенье его можно с мясом его можно с чаем я уже об этом рассказывала вы можно на хлеб с маслом как хотите дальше так как теперь у меня есть мой аппаратик мне нужно на нем что-то делать и я решила что пока что по воскресенье я буду выпекать пиццу которую я уже сделала однажды то есть в прошлой неделе и хочу продолжать ее делать хотя бы раз в неделю это прикольно вкусный вместе с детьми и такой перекус хороший сытный ты самого сделал так я купила дрожжи это дрожжи купила оливочки для них это просто капусточка квашеная нужна была паста уже зубная купила пасту за доллар 100 грамм потом так как я пеку я еще хлеб буду печь и разные булочки так я купила флэксид уже целые это лен лен семя льна я на прошлой неделе не успела вот буду в хлеб в булочки добавлять и вообще везде где только можно добавлять потом купила себе приправу кардамона это молотый кардамон его тоже можно и в выпечку и в мясо и везде и также купила я давно хотела купить я люблю я уже брала не одноразово правда не этой фирмы в коска я брала криспи фрайт онион это жареный лук сушеный вот он выглядит немножко как сушеный бекон я его люблю тоже в мясо в суп абсолютно в любые приправы люди дают их даже в салат это очень вкусно просто жареный лук вот конечно это не то что что я использую каждый день в своей кухне но это в качестве приправы очень дает оригинальный вкус так что вот это были мои покупки в ноу фрилс на 50 долларов переходим к волмарту волмарте вот это все что вы видите это на 60 долларов ужас думаю блин уже 60 долларов вот так вот быстренько набралось вот how you did today волмарте потом сможете остановить посмотреть конкретно цены сначала наименование потом код потом цена вот посмотрели так начать волмарте я заехала мне нужно было действительно только колбаска и знаки для детей и кости но волмарте ехать и купить только то что тебе нужно это очень редко что у тебя получится значит я увидела продавались спортивные такие обычные штаники домашние вот на такой резиночке я не знаю видно или нет простые черные спортивные домашние штаники я себе взяла за 10 долларов какая-то там вот фирма не как сказать не что-то там популярное да потом не бросайтесь меня гнилыми помидорами я конечно не бьюти-блогер но вот я решила взять была скидка нью-йорк нью-йорк колор так вдруг мне захотелся такой цвет вот он меня на пальце я его пыталась попробовать извините и так еще не смыла в магазине попробовала просто и взяла вот нью-йорк сити очень красивый цвет он даже на коротких ногтях очень красиво смотрится вот и накладные ресницы решила попробовать потому что сейчас начинаются всякие вечеринки там всякие для работников там у кости на работе и так дальше я хочу попробовать как у меня будет вот это все выглядеть поэтому я взяла значила к столу что-то доллар пятьдесят реснички что-то в четыре доллара с чем-то так теперь колбаску я взяла обычная редкая колбаса у нас вообще в доме это такой редкий гость но если мы берем то мы стараемся брать что-то более-менее такое там где есть мясо вот это пиллерс фирма она неплохая у них неплохие все вот колбасы на сосисочные изделия вот эта вот упаковка 400 грамм верхняя салами 8 долларов стоит а вот это типа вот она называется колбаса вот по-русски на колбаса жамбон типа рубленая такая видите 8 долларов здесь 600 грамм вот это сосиски двигаются выходные в данный момент сегодня четверг когда я снимаю это видео и идут выходные вот здесь 900 грамм за 24 сосиски 5 долларов это именно вот это great value это фирма волмартовская компания их ней бренд так сказать волмартовский у них все на порядок дешевле то есть та же сосиска другой фирмы будет стоить там скажем на 5 долларов дороже вот я их беру они не всегда продается эта большая пачка но тогда беру две маленькие это я взяла одну большую я их люблю и на бутерброды детям и сварить на завтрак и можно даже на огонь бросить если вдруг нечего бросать и так вот как горяченько им дать дальше мои любимые мороженые вещи у меня закончился кукуруза закончился корн я хотела сказать закончилась кукуруза мороженое и вот я для заморозки взяла и у меня дети любят когда это на сковородочку подбрасываю и поджариваю им с той же сосиской они это обожают или там не неважно просто корн и рис я делаю просто белый вареный рис и просто отдельно поджариваю им вот это они тащатся они это кушают странная еда но им это нравится дальше вот это я кости беру разные барс на работу и вот этот уже давно проверенный временем это миндальный орех в шоколаде в общем и там еще немножечко естественно наверное овсяночка вот это добавлено хлопки эти овсяные вот такая что тут 5 барс как раз ему на неделю это кто смотрит меня из израиля сейчас ребята шкидей марак это для супа я взяла потому что сейчас такое уже теплое время я часто делаю бульон в который это можно бросить а также я хочу сейчас еще поделать томатный суп потому что томатный суп здесь вот как у нас всегда принято мараков да это бульончик куриный в горячие времена когда там простыли заболели так он считается лечебным так у них здесь считается так томатный суп томатный суп здесь очень такой вот считается что когда холодно все должны пить томатный суп с крекерами вот ну а мы будем томатный суп с шкидей марак по-израильски с крутонами этими дальше это сгущенное молоко их не только здесь он называется кондесат ну как бы выпаренное молоко получается если перевести это сгущенное молоко я его взяла для и с целями выпечки так вот это у меня еда любит я беру это fruit loops дети их очень любят если брать как бы той компании непосредственно фрут loops там где я забыла как она называется они стоят там порядка пяти долларов за 300 грамм 300-380 грамм в волмарте я беру их не тоже бренд 580 грамм за 250 таких цен просто нету их всегда расхватывают уже было несколько раз что я приходила и просто их не было именно вот этот вкус fruit loops вот конечно куча сахара красителей ну что делать иногда у нас это не каждый день у нас только на выходные на завтрак раз в неделю потому что один раз я им делаю панкики на завтрак один раз он кушает вот эти сириалс я ему даю и также и доши в школу нужно было тоже на перекус я взяла ему beer pow это мишкины лапки даже на рисунке нарисованы они похожи на вот русские прянички которые были вот у нас пряники такие медовые вот у них очень похожий вкус только в данном случае вот как бы это их не классический вкус такой медовый это у них есть уже разный вкус это банановые есть у них там шоколадные и разные есть но и долю любит либо банановые либо вот те медовые но и до вас не было там внутри маленькие упаковочки 12 штук их и внутри упаковки 12 2 2 штучки в каждой упаковке по двенадцать открою покажу вот такая штучка банана брать вкус вот видите без не имеет в себе не содержит ореха вот этих пинатс фри без арахиса и внутри 2 2 3 штучки два маленьких таких мягких печенюшки вот и все это были мои покупки из волмарта المырта а Спасибо.